Приветствую всех ребятушки и подписчиков и новых зрителей с вами Роджин сегодня у нас изящный струмхолд давненько я не выпускал эту рубрику нужно продолжить сегодня на рассмотрение у нас будет нормандский замок лиц приготовьте себе какие-нибудь вкусняшки а мы начинаем он был построен 900 лет назад сыном вильгельма завоевателя генрихом первым замок был назван по имени деревне лиц грасте кент всем кентам привет у этого замка впечатляющая история средние века он был домом для шести королев и основной резиденции генриха восьмого который потратил немало времени и денег на обновление замка сохранив при этом его оборонительные достоинства в 17 веке лиц использовался как тюрьма для пленных французских и голландских моряков узникам удалось поджечь замок и вся восточная стена рухнула в ров восстановлена она была уже в 1822 году ну а в наши дни лиц по-прежнему стоит посреди живописного парка площадью в 500 акров а ров замка подпитывается от реки лен конечно вы уже могли увидеть как выглядит замок в действительности ну а теперь мы посмотрим на то как он выглядит в игре в игре конечно замок у нас представлен довольно скудненько я бы сказал что у нас имеется оригинал и оригиналу он почти не соответствует в реальной жизни замок является ну скажем таким ромбовидным да ров там все дела это хорошо но в идеале этот ров нельзя было вообще никак закопать потому что хоть этот ров и подпитывается от реки но закопать его мне кажется довольно было бы проблематично и сложно спереди у нас имеется небольшой такой вход в стром холде он выполнен кстати довольно удачно но потом в замке имеется огромная территория как бы у нас имеется перегородка хотя на самом деле этой перегородки априори нет дальше такое имеется небольшое здание ну такая резиденция она у нас выполнена в виде барбакана и двух защитных башен кстати очень обидно что стром холд не завезли крыши я вот тут об этом только что подумал представьте вы строите какую-то определенную постройку дай из камня и даете на нее крышу и это получается какое-то определенное здание ну прикольно круто во всяком случае хорошо смотрится понятное дело что где-нибудь в центре обязательно стояла колонна который поддерживает эту крышу но вы примерно понимаете ну а место где стоит цитадель тоже исполнены довольно странно но будем считать что это так и должно быть потому что вроде как на картинке очень тяжело рассмотреть когда-то действительно не был там ни разу и ну не можешь посмотреть действительности так ли это сделано как стром холдия или нет но я так понимаю что цитадель там все-таки имеется и она загоражена чем-то так что будем считать что в стром холдия все выполнено довольно гармонично хоть и с некоторыми недостатками на что же способен этот замок но исходя из довольно глупого места расположения воинов ну я уже говорил что здесь везде рвы то есть все вот это вот абсолютно это рвы ну а воины просто располагаются довольно близко к защитникам замка поэтому защитники замка сразу нас расстреливают и нам необходимо быстренько попытаться перевести инженеров на какой-то фланг чтобы этих инженеров не потерять инженеры здесь основные войска и нам необходимо хотя бы чуть-чуть убить лучников ну или арбалетчиков без разницы но вообще нужно убить всех потому как если мы выбьем чуть-чуть башенок у центрального замка нас больше не будет сильного напряга с лучниками ну а еще неплохо будет выбить вот эту вот небольшую резиденцию про который я говорил потому как если мы ее выбьем там имеется слабая точка замка и мы в эту слабую точку подведем пикинеров они прокопают ров и все будет хорошо я немножечко пропущу момент стребюше потому что все равно здесь особо расстреливать нечего я расстреливаю четыре передней башни барбакан ну и стараюсь вот эту вот резиденцию немножечко цепануть если упадет башня в резиденции великолепно если упадет стенка в резиденции великолепно то есть в любом случае мы проходим туда пикинерами теперь пикинеров ведем копать ров почему пикинеров ну потому что хочешь кого нам вести пехотинцев которых расстреляют очень быстро не конечно же пикинеров мечников я чуть-чуть уменьшил количество но я за место мечников взял копейщика для того чтобы нам было скажем сложнее воевать также можно было послать копать ров копейщиков но это довольно опасно здесь же мы немножечко арбалетчиками нашими пытаемся что-то вычистить нам необходимо зайти пикинерами вглубь замка уничтожить все рвы с нефтью которые есть принять их на себя ну и перекопать ров вы помните я говорил что это является слабым местом что верхняя часть верхняя такая правая часть является слабым местом замка соответственно уничтожаем ее перекапываем ров и заходим сам замок пикинеров всех не ведем потому что если мы поведем всех пикинеров сами понимаете они сгорят горят пикинеры довольно долго в отличие от мечников но вы помните 8 секунд и 4 секунды до тут недавно был выпуск об этом он кстати сейчас находится в подсказках сверху ну а пикинеры насколько я понимаю перекопали ров и теперь нам нужно выбить оставшиеся рвы с нефтью выбиваем их и теперь работаем на лучников нам нужно уничтожить пикинерами лучников и пехотинцами тоже нужно уничтожить этих самых лучников арбалетчиков нам нужно занять эту самую резиденцию с башнями перевести щиты арбалетчиков ну и оставшиеся войска то есть мечники и у нас еще имеются дополнительно наши господа копейщики нам их нужно будет тоже подводить уже чуть поближе но они пока могут стоять ничего страшного в принципе не произойдет нам нужно изначально зачистить эти самые башни чтобы у нас не было проблем и всеми войсками которые у нас останутся рушить барбакан понимаете что у нас на барбакане стоит господин один такой вот интересный с горшком с маслом так что нам нужно осторожненько его развести на то чтобы он вылил это самое масло поэтому подводим пикинеров он выливает масло все хорошо подводим пехотинцев ну и без разницы кого в общем просто нужно сделать так чтобы он вылил масло и уничтожаем барбакан через барбакан через второй барбакан там очень много волчьих ям поэтому скорее всего наши войска там нормальненько так приняли волчьих ям я думаю пикинеры тоже приняли в том что их уже почти не осталось а пехотинцев вообще перестреляли в лучники так что подводим наших мечников вот теперь атакуем тяжелыми войсками переводим арбалетчиков арбалетчиков необходимо перевести чуть чуть поближе для того чтобы штурмовать других арбалетчиков ну и понятное дело если наши арбалетчики выигрывают битву то они могут расстреливать лорда то есть мы в любом случае пройдем эту миссию так или иначе но я хочу это сделать красиво у нас же изящный стронхолд как-никак правильно почему они используют другие осадные орудия блин честно клянусь я забыл о том что у меня есть осадная башня да и здесь ее использовать особо негде на самом деле если ее попробовать например использовать на стенке на верхней то там стенки специально не соприкасаются с башнями чтобы не было никаких проблем сейчас объясню почему то есть если вы поставили осадную башню и забрались на стенку это не гарантирует вам того что вы будете сто процентов ходить по всему замку специально firefly ради этих случаев убрали по одной стенке чтобы не шастать по всему замку а вы отвоевывали только часть то есть например вы ставите осадную башню ну скажем подвозите к барбакану который я вот разрушил только что да вы не можете пройти в замок вы конечно можете попытаться но вы не сможете пройти в замок но при этом если вы подвезете башню ко второму барбакану вы уже пройдете в замок уже будет все нормально уже будет все хорошо ну и мы заканчиваем этого лорда нам даже не пригодились копейщики хотя я их сделал на всякий случай мало ли что потому как копейщики это тоже неплохая довольно таки сила ну и посмотрим что замок может представить из себя при огромной атаке ух при огромной атаке он представляет собой довольно интересную вещь тут прикол в том что типа разработчики сделали постоянно одно и то же место для удара катапульт катапульты бьют по факту по самому слабому месту замка не знаю почему они считают это самым слабым местом замка но я бы пример на представляю то есть они идут штурмовать начале центральную часть замка а если вы откроете слабую часть замка они пойдут через слабую часть замка но мы ее можем превратить в сильную и нам нужно чтобы центральную часть замка не разрушили а войска пошли на сильную часть замка соответственно наша необходимость Выдержать все, что только возможно Поэтому мы переводим лучников Так как арбалетчиков там тоже будет очень много Если я уберу лучников просто так И ничего не буду с ними делать То, увы, ну, я проиграю Что бы я тут ни делал, меня арбалетчики перестреляют Так что извините уж, но лучников придется перемещать Потому как сложность этой миссии при защите На очень сложном уровне Довольно зашкаливающая И проблема в том, что Ну, не всегда получается с этими арбалетчиками Вовремя справиться Используем рвы с нефтью Используем вообще абсолютно все Используем вот реально все ресурсы, которые у нас имеются Стараемся более грамотно их использовать Ну или как получится Желательно вообще их использовать Потому что я большинство тут, видите Что-то не могу использовать, что-то могу использовать Что-то мне выгодно использовать, что-то невыгодно использовать Но я стараюсь как бы Вот меня тут что-то арбалетчики расстреливают И в общем, наверное Я оставляю вас посмотреть на то, что было дальше, а сам в это время помолчу. Сельдер, гори! Гори! Мой лук, вашему гори! Милорд, гори! Какие будут сказания? Гори! 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 Мучник готов! Тихой лук. Вот, какие будут показания? Ари! Ждем в ваших приказах. Мы идем, приготовить стрелы. Элься, ари! А? Ари! Лучники готовы. Атака! Лучники готовы. Мой лук? Машин лук. Ари! 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 Мой лук. Ари! Ари! Лучники готовы. Мой лук. Ари! Мой лук. Ари! Ари! Ари, идём в ваш... Ари! Да вы что-то задумали. Ари! Лучники готовы. Ари! Мой лук вашему звуку. Эй, это чулей. Готовься. Мы уже в пути. Ари! Готовы сейчас? Готовый. Стать большой! Получай! Кр Theatre Лучники Затем Бандит Получай! В啦 Кр wl М büyük zam 意 Какой я могу сделать вывод? Замок в Стронхолде выстроен отлично. Как оборонительное сооружение, он, ну знаете, он просто великолепен. То есть у вас имеется всего лишь 800 золота, и вам нужно по факту построить 4 требюше. Ну, вы можете, конечно, построить 4 катапульта, но лучше от этого не будет. Лучше построить 4 требюше и отстреляться. Нормальненько. И вы разрушите только первую оборонительную линию, понимаете? И, может быть, чуть-чуть разрушите резиденцию. А еще у этого замка есть вторая оборонительная линия, а еще третья оборонительная линия. И еще нужно зайти на цитадель. Это вообще великолепный замок, наверное. И он действительно очень хорош. Единственная его проблема, я уже, наверное, говорил с начала ролика, что его проблемой является ров. Ров, который выкопан вокруг замка. Ну, его априори нельзя закопать. Ну, вот побудете вы там в реальной жизни. Ну, вот что, вы серьезно думаете, что можно будет перекопать ров настолько, что можно будет его закопать? Еще ладно там какую-нибудь переправу сделать, но, блин, закопать ров... Не думаю, чтобы вот прям настолько легко. Поэтому там, скорее всего, нужно было именно делать... В Струнхолде есть такая конструкция река. Вот ее нужно было вокруг замка проливать. Ну, а во внешней части, как раз-таки, чтобы был ров. Это будет честно, справедливо. Ну, и не так сложно, как кажется на самом деле. Ну, и последнее, о чем я, наверное, хотел бы рассказать уже вот сейчас, вот когда войска будут подходить к нам в цитадель. У нас на цитадели огромное количество армии. Я сохранил наших даже пехотинцев, потому что у нас хоть кто-то будет держать армию вместе с лордом. И советую вам, когда у вас будут войска заходить к Ван Кеши, лорда подвезти к ним. Но обязательно следить за его жизнями. Если жизни лорда начинают стремительно уменьшаться, то вы должны на реакции этого лорда отвезти. И стараться подводить все войска, ну, кроме лорда. А лорда нужно будет держать на одном месте, иначе ему нужно будет... Ну, после того, как вы его двинули с замка, он обязательно сделает кругу летчик, типа зайдет в цитадель, выйдет из цитадель, ну, и как бы будет снова ходить. То есть он будет норовиться спуститься вниз. Ну, а вам, ребят, спасибо. Спасибо за просмотр, надеюсь, что вам понравилось. Закадровый голос величают Роджинам. Не ленись, подпишись. Если понравилось, напиши мне, чтобы я знал об этом, чтобы я продолжал эту рубрику. Потому как по первой части я вроде бы понял, что вам заходит, но... Тут непонятно, зайдет ли вам сейчас вторая часть, потому что она именно об этом. О защите, атаке и вообще величии исторических замков. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр еще раз, ребятушки. И до встречи. До следующего выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин